Люди с добрым сердцем. 29 октября будет отмечаться День добровольца Московской области. Сейчас в Большом Серпухове насчитывается более 40 волонтерских объединений. В них участвует свыше 2000 волонтеров. Наша съемочная группа решила узнать прохожих, являются оленеволонтерами и чем добровольцы занимаются. С каждым годом количество волонтеров в нашем городском округе растет, больше становится объединений. Только на базе образовательных учреждений свою деятельность ведут более тысячи школьников. И это я еще не говорю про сферы здравоохранения, спорта и культуры. А давайте сейчас спросим у сепуховичей, знают ли они, кто такие волонтеры, и может быть они сами когда-нибудь делали добрые дела. Кого, по вашему мнению, можно назвать добровольцем или волонтером? Я считаю, что добровольцем можно назвать тех людей, кто периодически занимается волонтерской деятельностью, также освобождает время для этого, помогая своей стране. А какие волонтерские организации, действующие в нашем городском округе, вы знаете? Волонтерский штаб и серебряные волонтеры. А чем они занимаются? Они помогают на данный момент участникам СВО, также помогают местным жителям. А можно ли вас назвать волонтером? Делали ли вы когда-нибудь добрые дела? Да, на данный момент я состою в волонтерской организации «Молодая гвардия». Также раньше участвовала в различных мероприятиях от школы, от колледжа. А чем занимается «Молодая гвардия» именно волонтеры? Что вы делаете? Где принимаете участие? На данный момент у нас есть несколько точек плетения сетей для участников СВО. Также есть точка, где заготавливаются сухие каши и супы. Там мы тоже помогаем. И у нас часто проводятся различные акции, где приглашают волонтеров для помощи организации этих акций и непосредственного участия в них. А что бы вы пожелали волонтерам в преддверии их праздника? Я желаю, чтобы волонтеры не останавливались на достигнутом, шли дальше, помогали своей родине. Я считаю, что можно назвать любого человека, кому небезразлична жизнь других людей. А кто им может стать? Взрослые люди? И кто, наверное, чаще становится? Взрослые люди это или юные? Может быть, куда-то обращаются? Как думаете? Мне кажется, молодежь, потому что им все интересно познавать этот мир и помогать другим людям. А какие волонтерские движения Большого Серпуха вы знаете? Волонтеры Подмосковья знаю и волонтеры медики от нашего медицинского колледжа знаю. И серебряные волонтеры у нас есть. Я, во-первых, хочу им сказать слова благодарности. И то, что они делают это в невероятных условиях погоды. Иногда это прям стоит очень многого. И просто поблагодарить и сказать, чтобы они продолжали в том же духе. Добровольцем можно назвать человека, который готов помогать другим людям безвозмездно. А тебя можно назвать добровольцем? Ты делал когда-нибудь добрые дела? Да, можно. В сентябре я вступила в молодую гвардию и периодически хожу плести сети в Корсу. Я чувствую то, что я делаю маленький, но вклад во что-то большее. Я считаю, что молодежь. Потому что кому-то это может помочь при поступлении в ВУЗ. Кто-то просто хочет помогать людям. И не только. Я желаю им не останавливаться на достигнутом и продолжать помогать людям. Волонтеры – это те люди, которые везде участвуют, помогают людям, помогают пожилым людям. Я стою в молодой гвардии. И то есть мы перевозим бабушку через дорогу, помогаем бабушке в сумке. То есть в различных ситуациях мы помогаем везде. Я захотела стать волонтером, потому что я люблю помогать людям. Я бы хотела пожелать то, что оставайтесь такими же добрыми, отзывчивыми, а самое главное – любящие свое дело. Большему количеству людей нужно присоединиться к волонтерской деятельности, потому что в ходе волонтерства люди приобретают какие-то новые навыки. Как вы думаете, кто может стать волонтером? Кто, может быть, чаще всего им становится? Зачастую волонтерами становятся обучающиеся школы, обучающиеся средних учебных заведений, студенты вузов. Также волонтерами часто становятся пенсионеры, люди, не работающие, уже на пенсии, возможно, находящиеся. Я считаю, что, в принципе, волонтером может стать любой желающий. Самое главное, чтобы было желание. Если ребята помогают в организации мероприятий, то взрослые волонтеры чем они занимаются? Взрослые волонтеры могут заниматься в помощи, ну, в помощи медицины, допустим, в помощь людям-медикам. Как-либо также есть волонтер, как добровольческая сдача крови. Это же тоже может подойти в принципе. Что бы хотелось пожелать волонтерам в преддверии праздника? Я бы хотела пожелать волонтерам неиссякаемой энергии и дальнейшим желания участвовать в такой сфере деятельности. Стать может волонтером любой желающий. Чаще всего становятся дети подросткового возраста. Почему? Ну, потому что для них это интересно, то, что они могут как-то поучаствовать в общественной жизни, внести свой вклад в развитие общества. Да, я бы хотела, чтобы у ребенка тоже были такие желания помогать другим людям. Чтобы было побольше ребят, таких целеустремленных, чтобы они находили друзей, чтобы, ну, больше были заняты в какой-то общественной деятельности и всего им хорошего. Ну, они, как правило, помогают людям что-то делать. Я думаю, этот возраст не зависит, этот желание, наверное, зависит. Ну, как, чтобы не пропадало это желание, чтобы как помогали, так и помогают. Они молодцы. Конечно же, серпуховичи знают, кто такие волонтеры. Здесь сомнений не было. Если и вы хотите совершать добрые дела, помогать людям, то присоединяйтесь. Только вместе мы сделаем этот мир чуточку добрее. Продолжение следует...